Вечерний разговор с Артёмом Роговским в прямом эфире радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM. Непростая у нас неделя, началась с трагических событий в Кемерово. Объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть траур на территории нашего города, поэтому я сейчас хочу начать свою программу с... Ну, не минуты, но давайте просто помолчим в память о жертвах трагедии в Кемерово. Спасибо. Итак, весна выявила немало проблем на магистралях Новосибирска, когда дорожные службы приступят к текущему ремонту и какие участки отремонтируют. Вот что в этом году ждёт наш город Новосибирск по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», а город будет уже второй год подряд участвовать в этом грандиозном федеральном проекте. Об этом и многом другом сегодня пойдёт речь в вечернем разговоре с Артёмом Роговским и представляю моих гостей. Справа от меня заместитель начальника департамента транспорта, начальник главного управления благоустройства озеленения города мэрии города Новосибирска, конечно же, Юрий Сердюк. Юрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. И начальник управления дорожного строительства мэрии Юрий Алексеевский, Юрий Вениаминович, добрый вечер. Наверное, давайте вводную, Юрий Александрович, общее состояние дорог Новосибирска на сегодняшний день, потому что оценки звучат разные. Оценки могут быть действительно разные, потому что ездим мы по всем, по разным маршрутам, по устоявшимся для каждого... А кто-то и пешком ходит. Для каждого жителя Новосибирска он видит свой город и получает свои особенные впечатления. Что же касается обследования дорог, которые мы провели по всем районам города, обстановка не... Разительно не отличается от прошлого и позапрошлого года. Наши дороги перезимовали, получив определенный ущерб своему покрытию. Ну, объясняться и сдаваться в подробности, из-за чего это происходит, наверное... Да почему же, на самом деле, давайте вот подробности вот этого, как вы сказали, обследования. Сколько оно длилось или это такой постоянный процесс? Это постоянный процесс, потому что мы речь ведем о текущем ремонте. То есть, текущий ремонт – это составляющая часть обслуживания, уборки дорожного, дорог города. Этим видом работ занимаются дорожно-эксплуатационные учреждения в каждом районе города. Поэтому обследование после схода снежного покрова проведено одновременно во всех районах города. Составлены планы текущего ремонта для каждого ДЭО. Те денежные средства, которые мы располагаем в этом году, одинаковые. Точно такие же, как и в прошлом году. 25 миллионов на дорожно-эксплуатационные учреждения выделено для проведения текущего ремонта. Текущий ремонт будет проводиться... На все ДЭО, да? Да. Как классическим способом с применением асфальта, так и струйно-эксплуатационным способом. Асфальтовые заводы еще в городе не начали свою работу. Но мы уже сейчас ищем потенциальных, скажем, поставщиков. Ну, то, что ищем, есть уже договоренности. Заключены первые договоры, которые до 100 тысяч, которые позволяют нам без конкурса это сделать. И объявлены конкурсные процедуры на закупку всех необходимых ингредиентов для проведения ремонта. Ну, кроме щебня фракции 3.10, который был закуплен по осени. Потому что мытый щебень сейчас весной не купить. Поэтому мы заготавливаем эти инертные материалы с осени. А все остальное, что необходимо, битву на асфальт закупаем сейчас. Юрий Дмитриевич, ну вы-то повидали уже многое. Да сколько лет вы в дорожной отрасли? 15-й год. 15-й год, да? А вот состояние дорог весной 2018 года? Ну, я могу сказать, что не хуже, чем в прошлом году и позапрошлые годы. Состояние, ну, как всегда, как говорится, где-то хуже, где-то лучше. Но основные магистральные улицы, могу сказать, что они приведены в порядок. Да, действительно, если съезжаешь куда-то в сторону улицы районного значения, то там действительно есть проблемы. Но главные магистральные улицы, они особенно в центральной части города, более-менее. Но вот структура появления вот этих проблем на дорогах, это перепады все-таки температур в весеннее время? Это перепады. Ну, дорожное покрытие, основной враг дорог, это вода. Когда переходит туда минус-плюс... Я считаю, важно это объяснить, потому что все думают, что эти ямы появляются, потому что их плохо делают, потому что там воруют и все так далее, так далее. Да нет, на самом деле, наверное, это не только в нашем городе, это по всему земному шару так. Вода – это главный враг дорог. Небольшая трещинка при температуре минусовой, при положительной температуре, она становится жидкой, заливается в эти трещинки, а ночью, когда отрицательная температура, замерзает и расширяется, как мы знаем. Вот и получается. Когда процессов это как можно больше, ну, разрушений больше. Я хочу сказать, что в этом году весна у нас затянулась, честно, откровенно, мы это все знаем, холодная зима. Мы в прошлом году уже, будем говорить, уже в начале апреля уже приступали к текущему ремонту, а в 16-м, 26-го апреля, могу сказать. В текущем году у нас приблизительный срок, начало работы с горячим асфальтом среди подрядных организаций, мы для себя это посмотрели по температурному графику, где-то с 10-го апреля. Первый этап – это основные у нас дороги, это предписание ГИБДД, есть даже решение суда, обращение жителей города, обращение, будем говорить, представителей управления пассажирских перевозок, где ходит пассажирский транспорт. Мы определили, это первый у нас срок, это с 10-го по 24-го апреля. Второй у нас этап – это с 24-го апреля по 9-е мая. До 9-го мая мы планируем завершить классический ямочный ремонт. У нас еще существует, как и Юрий Александрович, еще струйные индиционные, это бицемы. Они у нас будут до 1-го июня где-то ходить, потому что там они небольшие ямки до 1 метра, ну и там трудоемкие затраты больше, чем классики. Это что за бицемы, это вот, которые… Фракция 3-10 и битум, и надувают на пыль. Юрий Александрович, но все же сейчас дороги Новосибирска, вот до начала работ по текущему ремонту, они же поддерживаются, да? Безусловно, мы приобрели же в прошлом году установку ямочного ремонта, плоскостной инфракрасный разогреватель, одну единицу. Знаем, что в соседних регионах она используется уже. У нас такой опыт был только в прошлом году. Скажу так, успешно мы ее используем. С ноября по настоящее время именно этой установкой было отремонтировано 250 квадратных метров дорожного покрытия. Размеры этой установки как раз метр на метр, то есть можно смело сказать, что 250 ям было сделано. И потратили на это 29 тонн асфальта. Работали фактически всю зиму. Основное, конечно, это предписание ГИБДД и решение судов. То, где отсрочить нельзя, где создается аварийная ситуация, мы этой установкой работали. Проведенные виды этой установки и работы позволяют нам в большей степени сохранять дорогу весной. И принято решение о необходимости приобретения таких установок практически в каждый район города. Когда мы будем обладать такой группировкой, такой техники, будет возможность продлить временные рамки проведения этих ремонтных работ. Я думаю, горожане нас меньше ругать будут за ямой весной. А установка – это дорогое удовольствие? Миллион семьсот вместе стоит с автомобилем. Сам разогреватель плоскостной, инфракрасный и автомобиль «Газель», где перевозится и экипаж, который проводит работы, и необходимые ингредиенты. Холодный асфальт, знаки, которыми необходимо обозначить место работы, ну и другие приспособления. Мы, наверное, сейчас пока перейдем к тем улицам, которые попали в список первоочередного текущего ремонта. Да, Юрий Милович? Давайте, наверное. Давайте я скажу. Зайдем. Вот этот первый этап у нас ремонта по улицам. Дзижинский район – это улица Овестроителей. Отлично. Это улица Трикотажная. Отлично. Мы уже два маршрута из моего маршрута ежедневного попали. Ну, на самом деле, там не только ваш маршрут. Да, тысячи новосибирцев. Там серьезная колейность, больше 8 сантиметров особенно страдает горбатый мозг, как называют его жители города. Дальше мы пошли по железнодорожному району. Это улица Владимирская, пересечение. Вместе с тоннельным спуском до Владимировского спуска по Зайцовскому району. Это у полицы Ипподромского магистрали. Мы знаем, там колейность на пересечении с улицы Кропоткина. И, значит, переездная. Там буквально на пересечении с Дусикой Вальчук. Буквально куска дороги просто нету. Большая яма. Так, не помню, не видел. Извините, прерву, мы еще это перечислим. Там звонок есть. Добрый вечер. Как вас зовут и какой будет вопрос гостям? Здравствуйте, Николай. Да, Николай. У меня был по поводу дорог. Улица Петрахова, перехов Горгейцев и Мира. Вот я работаю на скорой и невозможно ездить. Постоянно больные жалуют, что у нас вы едете плохо. Я говорю, какие плохо едем. У нас покрытие дороги такое. И как у нас делают дороги? Почему взять другой... Ну, приходим брать Кузбасс. Почему в Кузбассе покрытие дороги? Как чем-то другого он делает. А у нас делают, как попало. То есть, вы считаете, что в Кузбассе дороги лучше? Да. Не знаю, я в Новокузнецке был, я бы так не сказал. Но, хорошо. Ну, по крайней мере, я езжу кататься. И постоянно дорога радует. Понятно, понятно. Интересная оценка. Сибиряков Гвардейцев и Мира, да? Сибиряков Гвардейцев и Петухова. Петухова и Мира. Спасибо. Хочу сказать, что улица Петухова от Советского шоссе до площади Кирова, с площадью Кирова, была выполнена в прошлом году. Сибиряков Гвардейцев также была два года или три года назад этот участок от площади Кирова до улицы заездной до... за Левобережный рынок там, по-моему, да? Это какой-то там, да? В прошлом году выполнялся там ремонт. Если действительно есть какие-то повреждения, покрытие, мы по гарантии... По улице Мира тоже участками мы работаем. К сожалению, у нас нет такого большого финансирования, чтобы завершить работы по всей улице Мира. Кроме этого, для того, чтобы выполнить ремонт улицы Мира, надо поднять трамвайные пути, делать эту улицу именно с трамвайными путями. Потому что, если мы закатаем ее сейчас, то трамвайные пути останутся внизу, наполненные водой. Вот такая сложность. А, то есть там накладывают отпечаток, да? Что-то дорожает просто. Сегодня у меня в гостях начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрий Саныч Сердюк и начальник управления дорожного строительства мэрии Юрий Алексеевский. Мы обсуждаем планы по текущему ремонту дорог и будем потом говорить о том, какие дороги будут делать по федеральной программе безопасной и качественной дороги. И также мы отвечаем на ваши звонки. Один из них я готов сейчас принять. Добрый вечер. Представьтесь и ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Светлана, я житель Ленинского района. Я бы хотела узнать, планируется ли когда-нибудь расширение улицы Титова на участке от Глуба Чехова до Западного Жилмассива. Очень хорошо. Спасибо, Светлана. Вот такие вот вопросы поступают. Расширение улицы Титова до Западного Жилмассива. Там же мы, по-моему... Нет. Вы, наверное, имеете в виду, наверное, все-таки от улицы Троллейной до улицы Пермской, да? А уже нет. Светлана уже... Значит, улица Титова, участок от улицы Троллейной до улицы Пермской. Участок действительно требует расширения, но он проблемный. Значит, та полоса, куда можно расширить, там идет теплотрасса. Идет это на Западный Жилмассив. Чтобы сделать дорогу, ее надо вынести оттуда. Это главная центральная теплотрасса. Две ветки. К сожалению, выносы ее из зоны производства работ будет дороже стоить, чем сама дорога. Это первое. Во-вторых, там пока некуда выносить. Там надо сносить тогда дома. И заместо домов частного сектора, именно в то место, где они сейчас находятся, выносить. К сожалению, нету таких средств. И пока вопрос этот не решен. Но хочу сказать, что в настоящее время решается вопрос другой. Это для жителей Жилмассива Любимый, Жилмассива Западный Жилмассив, который строит КПД. Чистая Слобода. Чистая Слобода. У нас от улицы Бийской в сторону улицы Порт-Артурской выполнена проектная документация. В настоящее время решается. В этом году мы планируем все-таки начать от улицы Бийской строительство новой дороги. Для этого в настоящее время решается уже вопрос о выделении областного финансирования на первый этап строительства этой дороги. И я думаю, что где-то в июне месяце мы приступим именно к освоению денежных средств и выполнять работы, которую ждут именно те жители, которые, как называется, живут в отдаленных районах. Это касается любимых. И Смородиновый, это частный сектор, коттеджи. Я думаю, за два года мы сделаем хорошую, нормальную дорогу. Вот сообщение в WhatsApp. Просьба обратить внимание на вечно разбитую дорогу в районе железнодорожного переезда на улице Объединения возле ПО «Север» в Калининском районе. Каждый год ремонтируют, но ремонта хватает на пару месяцев. Ямы очень глубокие, как следствие постоянные пробки. Ну, я остановился о тех первых участках дорог, которые мы выполняем с 10 апреля. Так вот, хочу по Калининском районе. Первый объект, который мы выпал подряд организацией, это как раз улица Объединения от железнодорожного переезда до улицы Учительская. Затем мы перейдем на улицу Учительская, до улицы Невского. Вы знаете, там есть колейность в районе пересечения железной дороги, в районе на поворотах и в районе пересечения с улицей Александра Невского. Мы эти все колейные, все мы сделаем, делаем дорогу пригодную для проезда. Кроме этого, у нас еще есть по Богдану Хмельницкого колейность, это участок от 80-го заведа в сторону Каларлона. Ну, в принципе, вот эти основные дороги, которые в первую очередь, я хочу сказать, мы на этом не останавливаемся, это первый этап по Калининскому району. За обоями станет ездить комфортнее. Завершить у нас перечисление улиц, которые попадут в программу текущего ремонта, который стартует, да, мы напомним, 10 апреля. Итак, что там у нас, Юрий Юрьевич, дальше? Ну, дальше хочу сказать вообще, наверное, о планах ремонта дорог. А мы вот по Ленинскому и по Октябрьскому еще не завершим. Я предлагаю, да, закончить. Ну, хорошо. В Кировском районе первое, что мы сделаем, это перекресток. Улица Ватукина с Новогодней, там, к сожалению, невозможно проехать и одной ямкой там не сделать, будет порезаться и делаться весь перекресток. Ленинский район, это Волховская на перечисление с 9-й гвардейской дивизии. Это от трамвайных путей, там кроме колейности разрушены перекрестки. Это, конечно, площадь энергетиков с железнодорожным путепроводом. Там, будем говорить, самое низкое место. Это, мы знаем, там, что ливневка, вся вода стекает туда и приходится выполнять именно ремонтные работы, именно асфальтобетонного покрытия. Разрушенная мы недавно выезжали тоже комиссией. Улица Хиловская, въезд в город. Там, к сожалению, тоже особенно на Примыканиях, площадь Толмачевская. Будем делать этот ремонт. Это все в первую очередь. По Октябрьскому району, это улица Кирова. Там колейность на перечисление улицы Лобова в две стороны. Это Ипподровская магистраль, когда заезжаешь с Большевистской на Ипподровскую магистраль, тоже вылезать будут большими картами. Перечисление с улицы Военной, ну и дорога к Планетарию, особенно под железнодорожным мостом в районе разъезда Яня. Первомайский район, это колейность Старое шоссе, Берское шоссе. Советский район, это тоже колейность Берское шоссе, ГЭС. Центральный район, улица Фрунзе. Колейность по Ипподровской магистрали, мы недавно видели передачу, вы, наверное, все видели ее. Это колейность Ипподровской магистрали на участке от улицы Гоголя до улицы Фрунзе. Я думаю, до 24 апреля будет ликвидирована эта колейность. Ну вот, это основные, это первые, это всего-навсего хочу сказать. Из 30 тысяч квадратных метров это только половина. Мы принимаем заявки, обследуем, потому что дороги сейчас только у нас расходятся, вернее, отогреваются, ямки становятся больше. Мы будем готовы прислушаться к мнению жителей города, принимаем заявки. Ну вот, всего хорошего всем. Вы еще не прощайтесь, Юрий Юрьевич. У нас еще 30, дай бог памяти, 4 минуты эфира. Юрий Александрович, не ремонтируют дороги прямо сейчас по причине того, что не установилась еще температура? Конечно. Какая должна быть температура, чтобы... Должна быть сухая, чистая поверхность и температура должна быть ниже 5 градусов. На протяжении? Температура покрытия, ремонтированной. Температура покрытия. Воздуха. Понятно. А первая улица какая, вот с чего начинаем? Вот прям первая из всех перечисленных. С объединения. А, с объединения. Это по заявке радиослушателей, да? Это не только радиослушатели, к сожалению, это и предписание ГБДД, и у нас очень много жалоб от жителей. Это улица-связь 5-го, 6-го, 4-го района с центральной частью города. И мы должны откликаться, и в первую очередь, именно там, где нужно людям. Эти неровности затрудняют движение общественного транспорта, увеличивают путь горожан на работу и домой. Поэтому, безусловно, это место будет первым. И коленость на улице и подростка. Юрий Александрович, а много ли в этом году за счет подрядчиков будет устранять неровностей? Ну, это, наверное, ко мне все-таки вопрос. Это подрядчики, это работа управления данного строительства. Это 30 тысяч квадратных метров будет выполнено. Ну, от общего числа это какой процент? Да, больше 80 процентов, наверное. Остальные будут выполнять дорожные и пациентные участки. Вопрос СМС-сообщение от Сергея Васильевича. Добрый вечер, хотелось бы узнать, будет ли продолжена отсыпка дороги на Зеленодолинской, на один городок, как я понимаю. Нет. Это ему дуле. Это Октябрьский район. Октябрьский? Это Октябрьский район, депутатские наказы. Я, к сожалению, пока... У нас есть выделение денег, порядка 100 миллионов рублей в частный сектор, как и в прошлом году. Это софинансирование области 50 миллионов и 50 миллионов городских дорог. В настоящее время планы формируются, но мы, на самом деле, я пока не могу сказать, только формируются и согласовываются с администрациями районами. Какой по важности будет вопрос, так и будем выполнять. В первую очередь включаются, конечно, наказы депутатов городского совета и законодательного собрания на Сибирской области. Там эта дорога попадала, да, в наказы? Значит, да, да. Попадала. Мы посмотрим. Сейчас не могу ничего пока сказать. Сегодня обсуждаем ремонт новосибирских дорог с начальником Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрием Сердюком и начальником управления дорожного строительства мэрии Юрием Алексеевским. Добрый вечер. Представьте себе ваш вопрос. Добрый день. Меня зовут Иван. Да, Иван. Я автолюбитель. Со стажем. Вопрос у меня следующий. Могли бы, ну, не знаю, насколько по адресу, конечно, но в тему, могли бы описать порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия, если, к примеру, мой автомобиль будет поврежден из-за некачественного дорожного полотна, то есть вновь какая-то образовавшаяся яма, если я в нее попал, что мне делать дальше? Это интересный заход, на самом деле, чтобы сейчас профильные чиновники... Да, не потому что мы не хотим отвечать, действительно, профильное образование не юридическое, поэтому знаю, что те жители города Новосибирска, которые повредили свои автомобили по вине неудовлетворительного состояния дорожного полотна добиваются судебных решений в свою пользу, и мэрия компенсирует затраты на ремонт этих автомобилей. Но порядок, наверное, вам все-таки нужно уточнить у юристов. Я боюсь, что я вас запутаю просто. Ну, понятно. А у вас какой-то конкретный случай был, Иван? Или уже все? Нет на линии? Нет на линии. Но я могу вам, кстати, поделиться опытом личным. Только не авария была по вине дорожных служб, а у меня упала, ну, я не скажу, что глыба, но падал снег на крышу моего автомобиля, который был припаркован рядом с домом. Так вот, порядок действий следующий. Я думаю, он вряд ли отличается, если брать дорожно-транспортное происшествие или вот такой казус, как случился у меня. Это был, по-моему, 2013-й что ли год. Ну, в общем, была оттепель, жил я на замечательной улице Народной в Калининском районе, и упал снег. Значит, нужно как минимум вызвать полицию. В данном случае там прибыл участковый на место. Ну, к вам тоже там приедет кто-то. И зафиксировать обязательно, желательно найти свидетелей, зафиксировать все на фото, ну, и потом, соответственно, оформлять все с помощью юристов, заявления в суд. Я полгода переписывался с управляющей компанией ЖКХ Гарант на тот момент. Была и добился возмещения понесенных убытков. Ну, полгода друг другу мы письма писали, вечерами у меня вот такое хобби было. Но добился своего, потому что действительно вина была их. Хотя там были некрасивые люди, которые пытались доказать, что снег был с крыши убран, что я сам себе накидал, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, когда отремонтируете пересечение Ватутино-Широкое? Пересечение Ватутино-Широкое во объеме 100 квадратов у нас также в планах первой очереди. Я думаю, что эти работы, мы знаем, что там действительно тоже не ямка, там разрушение полностью, пересечение. В первую очередь тоже в Ленинском районе вместе с площадью энергетики, как мы выйдем именно туда. До 24 апреля планируем выполнить эти работы. Спасибо. Юрий Аминович, давайте, наверное, сейчас с радиослушателями поделимся планами 2018 года по части федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Вообще, наверное, для города очень такой позитивный момент, что уже второй год мы принимаем участие в таком проекте. Да, второй год город Новосибирск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На эти цели в 2017 году у нас было выделено и освоено 1,3 млрд. Это не только деньги федерации, это деньги трех бюджетов города Новосибирской области и федерации. Ну, 50% из этих 1,3 млрд. это федеральное финансирование. Мы выполнить честью выполнили, я хочу сказать, даже когда приезжали сюда представители Росавтодора, наш город, как пример, даже показывался другим городам. Я это помню. Более того, сделали улицу авиастроителей, вот сегодня уже упоминалась, да, она. Я вам скажу, что на тротуарах, на идеально сделанных тротуарах улицы авиастроителей у нас скейтеры появились. У нас на авиастроителе никогда ни одного скейта я не видел, а у нас появились скейтеры, они стали кататься на скейте. Потому что годами, просто десятилетиями на тротуары никто не обращал внимания, а тут на тебе такой подарочек жителям Дзержинского района. И вот в 19-м году. Нет, в 18-м году. Упф, я уже попёрся, в 19-м. Хорошо, в 17-м сделали авиастроители и ещё там сколько-то улиц, ну много улиц. Там много 8-9 объектов, я не буду говорить об этом, наверное, все знают, наверное, всем интересно, что будет сделано в 18-м году. Хочу сказать, что эти объекты мы обсуждали с жителями нашего города 7 июля и было принято решение о 15 объектов из них. Будем программой, это вся рассчитана по двум критериям. Это нормативное состояние дорожного полотна и второе, немаловажное, это ликвидация очагов аварийности. И делается, давайте сразу же дополним, делаются не только дороги, но и тротуары, но перечисляйте, не стесняйтесь. Делается, конечно, в комплексе, как мы раньше, ну и предложение было жителей, ну, к сожалению, финансирования такого не было. А вот это федеральная поддержка, благодаря ей мы выполняем полностью в комплексе, меняем бордюр, делаем дорожное полотно, делаем тротуары, ограждения, пешеходные, ограждения. А какие красавцы светофоры встают на перекресток? Да, они новые у нас, светодиодные, разметка пластиком и так далее. К сожалению, могу сказать, что гарантия год, у нас в большинстве дорог где-то 50% на разметку, да, на дорожное полотно 4 года. На разметку год и у нас, будем говорить, мы пластиком, мы уже отписали, направили претензии подрядным организациям, они будут за счет собственных след наносить разметку пластиком. Хочу сказать, что сроки выполнения этих работ мы определили до 9 мая. Будем вместе с вами наблюдать, как будут выполнять именно по гарантийным, обязательно за свой счет. Итак, 2018 год. Значит, 2018 год, это, будем говорить, 6 основных улиц. Это улица Первомайская, это полностью от Берского шоссе до границы города Новосибирска, в сторону Барышева. Это Немировича-Данченко. В прошлом году мы сделали от Октябрьского моста до Сибирьков-Гвардейцев. В этом году продолжаем. Это Немировича-Данченко от улицы Сибирьков-Гвардейцев, это улица Станиславского. Это Бориса Богаткова, я думаю, жители Октябрьского давно ждали, потому что там... Сейчас захлопали в ладоши дружно. Потому что, действительно, особенно участок от Есенина до Удоватора, кольцом. Это широкая часть, где вот молодежная и так далее. Да-да, я туда в баню еду, езжу недалеко, отлично. Все будет сделано, думаю, именно с тротуарами, с разметкой, со светофорами и так далее. Улица Русская, в прошлом году мы делали шлюзовая, сейчас Русская. Здесь хлопают местные активисты, там очень такие активные жители. Улица по Красному проспекту мы сделали в прошлом году, Зайльцовский участок от Мачищенского, что до Писарева. В этом году участок нашей центральной улицы, это от Писарева до Максима Горького. Все, кто ездит, видят, какая колея. Мы давно там не были, больше 10-12 лет, наверное, не выполняют работы. И, конечно, вот я считаю, это знаковый объект, это основная улица, связывающая Лево-Бережье с Брабережьем. Это, будем говорить, проект энергетиков, Димитровский мост и часть проспекта Димитрова до улицы Ленина. Вот такие работы мы планируем в этом году. Ну и спуски, да, развязки, спуски, развязки и так далее. Я хочу сказать, что в настоящее время определены подрядные организации, проверены их заводы асфальтобетонные, рецепты подписаны, журналы, выдана техническая документация. И я хочу сказать, что, наверное, тоже в середине апреля мы увидим уже людей в спецовках, которые будут ворочать бордюр, ну и выполнять какие-то там сопутствующие подготовительные работы по этим моментам. Основной этап работы? Ну, работу мы планируем завершить. Ну, мы планируем завершить все до 1 сентября, а с 1 сентября до 1 киевря это сдача работы уже в эксплуатацию. По городу Новосибирску улица Выборная не попала, радиослушатель Константин. Грустные два смайлика. Ну, я хочу, что улица Выборная в прошлом году очень хорошо отремонтирована, порядка 10 тысяч квадратных метров, так что мы выделяем каждому внимание, вы прекрасно это знаете. Если будут деньги, мы по улице это и продолжим. Вот сейчас Константин, я думаю, пишет, знает ли он про то, что сделано 10 тысяч квадратных метров. Я думаю, что знает. А у нас есть звонок, представьтесь и ваш вопрос. Алло. Алло. Да, да. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Вопрос у меня о состоянии нашего северного объезда. На конкретном участке даже могу сказать, где. Скажи, что это в северном объезде. Скажите, Татьяна. Где это такое? Значит, это направление на Омск, указатель озера Старица, там буквально 100 метров, но в таком безобразном состоянии, что, ну, неописуемо. Латали, все эти заплатки выскочили, и именно вот 100 метров, не знаю, как там ездят все. Ну, я не то, чтобы с облегчением говорю, я обязательно передам ваши замечания той организации, которая содержит эту дорогу, но эта дорога находится за границей города Новосибирск. Мы знаем, кто ее обслуживает, кто содержит, мы обязательно передадим эту информацию. Будьте добры, спасибо. Спасибо за звонок, Татьяна. Ну, вот так вот у нас. Ну, это, кстати, частое явление, звонки жителей, которые пользуются, ну, или живут в области, в таких приграничных районах, или пользуются дорогами областными. Я сам езжу по этой дороге, у меня дача в этом направлении. Я полностью солидарен с Татьяной, знаю, кого попасть. И на озеро Старица, наверное, многие ездят, но я еще до него не доехал. Да, хорошо, обязательно передадим, Татьяна, вашу озабоченную, из Министерства транспорта Новосибирской области. Вот пишет радиослушатель, знаем, спасибо вам за улицу Выборная, своим гостям. Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирской Юрий Сердюк и начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский сегодня отвечают на мои и, самое главное, ваши вопросы. Я вот как раз в контексте того, что мы обсуждали по улице Объединения, хотел спросить, какие у нас там планы по Коланды, успеваем ли мы в этом году закончить дорогу? Улицу Коланды, это второй участок до улицы Окружная или Фадеева, как называем, у нас планируем завершить мы до 1 октября в текущем году. В настоящее время подрядная организация готовится к началу работ, чистят снег, подготовка идет. На данный момент вынесены полностью все инженерные коммуникации, сделаны насыпь. Ждем тоже хорошей погоды для строительства, именно выполнением дорожной одежды, щебня песка и асфальта. По вопросу приграничных, скажем, дорог, то, о чем говорила Татьяна, в адрес мэрии и дорожных служб зачастую обращаются люди, ну, граничащие территории, которая граница с городом Новосибирска. Очень много было обращений по дороге, которая соединяется улицу Тайгинскую и в направлении микрорайона нашего Пашина, Анклава. Она в не очень хорошем состоянии, и дорожное покрытие плохое, и зимой проблемы были с очисткой. Но в этом году мы, понимая, что по этой дороге ездят жители города Новосибирска в Пашино, было принято решение. И эти дороги принимаются в муниципальную собственность полностью. Половина дороги уже метров 1200 оформлена, осталось еще 700 метров. После оформления в муниципальную собственность фактически дороги, которая находится за границами города Новосибирска, мы получаем право и содержать ее в должном состоянии, и, что немаловажно, ремонтировать. Я думаю, когда процесс полностью оформления муниципальной собственности этого участка автомобильной дороги пройдет, и мы выполним там все необходимые виды ремонта, жители Пашина будут довольны. Добрый вечер. Как вас зовут и какой вопрос? Добрый вечер. Меня зовут Никита. Хотел бы уточнить по участку дороги улицы Высоцкого от Лазурной до Татьяны Снежиной. Она уже в прошлом году была в ужасном состоянии. В этом году вместе со снегом асфальт уходит прямо на глазах. Хотел бы уточнить по этому участку. Спасибо за вопрос, Никита. Ну, хочу сказать, что действительно там есть проблема. В прошлом году мы делали там ямочный ремонт, перекресток особенно с улицы Высоцкого. Ну, хочу сказать, что эту дорогу не спасет ямочный ремонт. Там порядка 14 тысяч квадратных метров. Надо делать все сплошняком. В настоящее время вопрос по финансированию не решен, вопрос решается. Ну, вот единственное, что могу сказать. Ямочный ремонт мы там сделаем, но эту проблему не решит. Там делать надо полностью 14 тысяч квадратных метров. От улицы Лазурной до улицы Татьяны Снежиной. Это проблема известна, конечно. Знаем мы и видим эти ямы. Но просто закапывать деньги ямочным ремонтом, выбрасывать фактически на ветер, наверное, не по-хозяйски. Ну, пока что надо дожидаться лучших времен и лучшего финансирования. Не, ну в этом году все-таки мы ждем, все-таки дадут деньги. Ну, вот одна из объектов, которые мы с депутатами заказательного собрания, они нам там по МОС Мышля, я уже не помню. Ханько, наверное. Ну, обещали помочь в выделении денег. И вот первый объект, который, если помогут нам областные депутаты в выделении денег, ремонт пойдет именно на ремонт вот этой улицы. Добрый вечер, как вас зовут и какой будет вопрос? Добрый вечер, меня зовут Игорь Юрьевич. Я весь предыдущий человек, мало бы, говорил, что в Кемеровской области дороги лучше, чем в Новосибирской. Я хотел бы в противовесному сказать, что да, наверное, лет 5-7 назад они были лучше. Но сейчас то, что, как выглядят наши дороги, дороги Кемеровской области, в том числе и Новосибирске, они гораздо лучше. В Новосибирске лучше, чем в Кемеровской? Ну, я думаю, что да. В общем, они стали гораздо лучше, чем были. Спасибо вам за такое мнение. Действительно, не часто получаем слова, скажем, поддержки такой. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Да. Вы-то часто получаете слова поддержки и благодарности, Верем Юрьевич? Ну, на самом деле, наверное, чаще всего негативно. Негативно все-таки. Негативно? Да. Ну, наверное, на старте текущего ремонта негативно, а после позитивно или нейтрально. Ну, хочу сказать, вот пришло, когда сказали по улице Высоцкого, сказал 10 тысяч, вот мне очень понравилось, что пришло, по-моему... Это по выборной было. По выборной сказали большое спасибо. Действительно, в прошлом году были выполнены работы. Спасибо большое за работу. Ну, это приятно. Есть у нас еще минут пять эфира, чтобы отвечать на ваши вопросы по ремонту новосибирских дорог. И есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, и какой участок беспокоит вас. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Денис. Меня интересует такой вопрос. Мачичинское шоссе. На выезде из города переезд. С ним что-нибудь будут делать в ближайшее будущее? Спасибо. Ну, давайте сейчас расскажу. Значит, у нас есть программа, которая говорила о безопасной и качественной дороге федеральной. Второй год мы выполняем эти работы. В этом году мы уже рассматривали планы 2019 года. Нам разрешают с 2019 года включать в программу ВКД объекты реконструкции. В том числе, в планы 2019 года вошло расширение улицы Кедровая от Мачичинского шоссе до улицы Краузе вместе с железнодорожным переездом. Работает и будет. В этом году мы выполняем проектные работы. Планируем мы встретиться через два года. Вы знаете, область идет со стороны Садового. Это четырехполосное движение будет с нашей стороны и с той. Планируем за два года выполнить эти работы к 2020 году. Вот такие у нас планы. Ну, этот участок служили просто назвал Мачичинским шоссе. Это Кедровая называется. Я понял. Это название улицы Кедровая. Это от Мельницы до улицы Краузе. А на встречу нам идут, в настоящее время идут четырехполосное движение. Это ТУАТ. Территориальное управление автомобиля на рынке Новосибирской области. Успеваем принять еще один звонок. Добрый вечер. И какой будет вопрос у вас? Как вас зовут? Алло. Да-да. Как вас зовут? У меня интересует участок дороги от Берского шоссе до села Морозово. То есть дороги там вообще нет. Я водитель автобуса и за неделю три колеса поменял. Ее лет 20 уже не ремонтировали. И хотя бы в этой дороге нет. Спасибо за звонок. Я так понимаю, опять мы ведем речь об областной дороге. Мы подскажем коллегам озабоченность вашу, безусловно. Вообще коллегам бы не мешало слушать подобные эфиры, городские эфиры на городском муниципальном радио, чтобы сразу себе ставить пометочки. Потому что вот есть программа такая, мэр отвечает у нас на радио «Городская волна», где мэр Анатолий Локоть отвечает на вопросы новосибирцев. Так вот, главы районов сейчас все или их, или они сами, или их заместители слушают. И сразу все замечания жителей отдаются в работу. Ну, хочу сказать, я просто немножко знаю эту дорогу. У вас там дача? Нет, у меня, к сожалению, нету, слава тебе, Господи, далеко ездить в пробках. Часть дороги находится в административной единице города Берска, а вторая после речки там, по-моему, речка Шадриха, по-моему, находится в Искитимском районе. И, к сожалению, за состояние дорог отвечает именно администрация этих городов. Да, в Берске, кстати говоря, печальная ситуация с дорогами. Иногда там бываю, и только такие слова сочувствия городу. Спутнику Новосибирска можно сказать. Вопрос по тротуару по улице Ватутина от Немировича Данченко до улицы Мира. По нечетной стороне его практически нет, а он нужен. При производстве работ в рамках БКД последующих лет и возможной реконструкции этих участков, все пожелания по строительству тротуаров в этом месте, конечно, будут учтены. Тем более, что, насколько я понимаю, речь идет о той стороне, на которой строится новый жилой комплекс. Некоторые дома уже сданы, некоторые строятся. Наполнение жильцами этого места будет увеличиваться. Конечно, будем строить тротуары там, где они необходимы. Давайте быстро примем звонок. Добрый вечер, как вас зовут? Короткий вопрос, и такой же будет короткий ответ. Здравствуйте, Юрий, меня зовут. Вот участок дороги интересует. Аббетского шоссе до Планетария и дальше в сторону Выборной. Спасибо. Ну, я уже сказал, что это один из первых приоритетных у нас объектов текущего ремонта. Мы знаем это решение, особенно под железнодорожным мостом в районе разъезда Виняя. И там наверх. Ну, хочу сказать, что проблема есть с большим уклоном и с установкой именно асфальтобетонного оборудования, потому что уклон там серьезный и есть проблемы. Спасибо, Юрий Вениаминович. Спасибо, что позвали профессионалов. Работал в МКУ «Центральное». Взаимодействовал с Сердюком ЮА. Очень компетентный человек. На этой... А я говорил, что мало хвалят. Спасибо большое. На этой позитивной ноте я благодарю своих сегодняшних гостей за подробные и развернутые ответы на вопросы новосибирцев. Это была программа «Вечерний разговор» с Артемом Роговским. До встречи через неделю на «Городской волне» на 101.4 FM. Всем пока-пока.